Привет всем, с вами современный брони. Я забыл на прошлом обзоре подвести итоги последних 4 серий. Давайте исправимся сегодня и давайте представим, что обзор на пятую серию пока что не было. Итак, в Эквестрии в очередной раз вторгся уже новый злодей, дух хаоса по имени Дискорд. Достаточно умный и харизматичный антагонист, который сумел сломить дружбу самых дружных пони в Эквестрии. Пока Селестия не напомнила Твайлет, кто она и ее друзья на самом деле. В итоге в очередной раз победили и этого злодея, закатав его обратно в камень. Дальше Твайлет впервые не может найти урок дружбы, о котором можно написать Селестии, тем самым совершенно случайно создав аж 2 урока дружбы. Ну и после этой серии Твайлет отныне не обязана появляться прям в каждой серии. Ну и в последней серии мы узнаем, что Луна, та самая Нэтмирмунд, пытается влиться в общество, изменив главный праздник, посвященный ей самой, но в итоге чуть его не запрещает. А еще в серии мы узнаем, что такое Нэтмирнайт. Если подойти итоги, по самому миру мы уже не так много узнаем, лишь небольшую предысторию о Дискорде и праздник Нэтмирмунд. А в основном пока что делается акцент на персонажа, что конечно потом аукнется. А сегодняшний сценарист это Эми Кэтинг Роджерс. Она написала достаточно много серий, чтобы некоторые мы здесь и не упоминали. И по тему сегодняшнего эпизода я смогу тут упомянуть лишь девятую серию под названием Брайдл Госсип из первого сезона, или же У Страха Глаза Велики. В принципе хорошая серия, где мы впервые чуть ближе знакомимся с Эппл Блум, встречаем нового персонажа, а именно Зебру Зекуру. Но и в серии в конце оказались виноваты вся Майн Сикс, особенно Твайлет, которая поддалась слухам со стороны своих друзей. Так что давайте посмотрим, что у нее выйдет на этот раз. Пишу и озвучиваю сценарий, когда мне уже стукнуло 22 годика. На самом деле не очень люблю дни рождения, ибо постоянно на тебе внимание, тем самым ты должен тоже как-то отвечать на это внимание. Так что не самый приятный для меня праздник. Впрочем, давайте перейдем уже к синопсису. Эппл Блум со своими подружками продолжает безуспешно искать свой главный талант, чтобы получить метку. Однажды Эппл Блум зашла в гости к Зекоре, где увидела цветок, исполняющий желание. И пока Зекора ушла, Эппл Блум съела этот цветок. На следующий день у Эппл Блум появилась метка. Она научилась крутить обречи, но потом начали появляться новые метки. У нее началась талантливая лихорадка. Никакими способами увеличить Эппл Блум не удалось, пока не вмешалась Зекора. Помогал от лихорадки цветок правды. Чтобы он вырос, кто-то должен был сообщить неприятную правду о себе. Пришлось Эппл Блум признаться, что она забрала у Зекора цветок желания. Ну как так, Руслан, а? Опять все запорол. Ну зачем этот второй абзац? А кстати, знаете что? Вот этот цветок желания мне снова кое-чем напомнил. Впрочем, давайте не о грустном. Поэтому давайте здесь брать информацию с первого абзаца. Тут начинают продолжать тему из той самой девятой серии первого сезона. А точнее, развиваются отношения между Эппл Блум и Зекором. Да и Зекору мы, честно говоря, давно не видели. Да и меткоискатели, по первым словам, наконец-то займутся тем, чем должны были заниматься. В общем, пока что все интересно. Поэтому давайте посмотрим, как и что там вышло у Эппл Блум. Ну, наверное, стоит начать с того, о чем мы уже говорили в прошлой рубрике. С девятой серии Эппл Блум и Зекору успели познакомиться. И тут, да, есть немного их взаимодействия. А если быть точнее, после очередной неудачной вылазки за Кьюти Марками, Эппл Блум словила отчаяние, которое полностью испортило ей настроение. И поднять его было уже нечем. Причем, можно заметить, что Эппл Блум больше всего заботит Кьюти Марка, нежели других, потому что остальные более мягче приняли неудачу. Ну и после этого Эппл Блум отправилась в лес. И после несчастного случая осталась у Зекоры. Там она уже, кстати, и успокоилась. Зекора приняла ее и оставила на какое-то время там. Они успели немного поговорить, ну и опять же, это небольшое взаимодействие. Мне здесь прям понравилось. Мелочь, а приятно. Дальше, наверное, стоит упомянуть еще небольшую мелочь. Интерьер. Теперь у нас наконец-то появился интерьер дома Эпплов. Ибо раньше был один большой амбар из 25 серии. Тут же видны коридоры, комнаты Эппл Блум и Эппл Джек. Ну и, наверное, мораль. Самое главное. Не стоит с помощью обмана пытаться добиться того, чего нужно лишь подождать. К тому же, своими действиями Эппл Блум подставила Зекору. Ибо у той были свои планы на эти цветки. Благо, Эппл Блум осознала это и извинилась за содеянное. А в конце, когда Эппл Блум говорила мораль, можно даже подумать, что она ее усвоила. Но, как обычно, не совсем. И поэтому можно, как обычно, сказать, что когда-нибудь это до них дойдет. И, кстати, уже потихоньку доходит. А пока что да, какая-то у нас получилась коротенькая и не очень понятливая рубрика. Ну, ладно, давайте перейдем к следующему, может, там будет полегче. Ну, это Эми Киттинг Роджерс. Тут что-то должно быть не так. Ну и, наверное, скажу вам, что здесь мне не очень понравилось поведение Блум. Да, нам в начале серии показали, что она полностью потеряла стимул что-либо делать и полностью отчаялась после очередного поражения. В состоянии отчаяния можно пойти на любые поступки, даже на такие рискованные, на которые пошла Эппл Блум. Но, опять же, просто не очень приятно за этим со стороны наблюдать. То есть, во-первых, да, она подставила добрую зебру Зекору, буквально украв у нее цветок, воспользовавшись ими по своему усмотрению. Это просто априори выглядит не очень красиво. А еще она не подумала о своих друзьях. Да, они более сдержанно отнеслись к тому, что в очередной раз не получили метки. Но все же Эппл Блум не подумала, а как же будут чувствовать себя друзья, которые до сих пор не получили свои метки. У них у троих просто была уже небольшая негласная мысль, что, возможно, они втроем получат эти метки одновременно. Конечно, в серии они даже не завидовали Эппл Блум, были даже рады за нее. Но, кстати, что интересно, в пятом сезоне Эппл Блум это будет заботить и об этом будет волноваться. Что, кстати, показывает, как в будущем эсэмэски сблизились и как развились в качестве персонажей. В общем, да, некрасиво, как по мне, в серии поступил Эппл Блум. Ну и второе, наверное, та же проблема, что была и в прошлой серии. Кьюти Покс, или Меткосы. Эту болезнь придумали чисто для этой серии. Ибо там же сказано, что эта болезнь таинственно появилась и также таинственно исчезла. Хотя, конечно, не берусь в это осуждать. Ибо на самом деле Эппл Блум могла болеть не той болезнью. Ибо она получила свою метку с помощью цветка и желания. Что немножко неестественно. Ну или Эппл Блум настолько не повезло, что как только она получила метку, то тут же заразилась той самой древней болезнью, которую пишут только в книге. Ну и, честно говоря, сама задумка с цветком, исполняющим желания, достаточно ленивая для сценариста. Да, так можно просто объяснить абсолютно все. И все все, в принципе, поймут. Но, как мне кажется, можно было придумать чего-нибудь и поинтереснее. Небо Зикора из этого цветка, получается, может сварить абсолютно любое зелье. Что немного ее обесценивает. Впрочем, ладно, хватит в этой рубрике ругать эту серию. Давайте лучше перейдем к придиркам. Да, после этого нас уже не будут называть искателями знаков отличия. Забавно наблюдать, как в первом сезоне они все пытаются и пытаются побыстрее избавиться от этого звания. Картин говорит так, будто они головами будут отбивать эти шары. Вообще, сам боулинг немного выбивается из общей сказочности атмосферы Эквестрии. Максимальное унижение, после такого я бы тоже дельтанул. А Пинки действительно не будет еще раз пытаться поднять Эпплблум настроением. Так и оставит все? Да ну. Действительно, давай в соло пойдем в опасный лес, где могут тебя сожрать. И, конечно же, после падения тут же появляется Зикора. Эй, тут вообще-то кувшин упал. Как мне кажется, зелье заново пришлось переваривать. Вообще, они говорили про один зуб, а у Эпплблум тут такое чувство, будто все срослось. Вот это для Гривы! Эй, в седьмом сезоне вообще никак нельзя было на Гриву взаимодействовать. Эй, я видела этот цветок в Панивилле! Что это? В смысле, в Панивилле просто так растут цветки, исполняющие желания? Но как же так, я не пойму. Я аметист на полке не найду. А вы тоже подумали в первую очередь о том самом аметистисте из Кайрима? Это все? Это твой талант? Просто вращать кольцо? Брось! Забавный парадокс. Даже если смски получатся у Юкитимарки, эти черти не уймутся. Что? Мелкой дерпи? Эппл Блум? Да, мисс Чирайли? Я хочу, чтобы ты отнесла обруч в отбор. И поделилась с нами секретами своего мастерства! Да, действительно, к черту эти уроки. Интересно, так с каждым учеником что получает Китимарку? Не, ну я ничего против не говорил насчет других трюков. Но тут по-моему уже перебор. Эти знаки отличия! Подделка! А у Эппл Блум, видимо, просто по приколу это все получалось. Почему раз Чирайли решила пропустить уроки и пойти в город смотреть на Эппл Блум? Эй, это разве не чей-то пирог? И это что, все бесплатно? Юху! Сестрянка, поздравляем! Ты получила не один, а сразу два знака отличия! Кстати, почему Твайла сразу не начала исследовать это явление? Интересно, как Эппл Джек ее до туда дотащила? На улице уже день, когда успели. Французский? В эквестере есть Франца и Французы? Опа, а теперь ночь. Откуда тут взялись поневели львы? Кстати, вчера у Эппл Блум все было более-менее нормально с Китимарками. А тут они внезапно начали появляться каждую минуту. А когда они успели партию сыграть? Действительно, давайте стоять и смотреть, как Эппл Блум страдает. Просто у нее странная, загадочная, неизлечимая болезнь. Талантливая лихорадка! Талантливая лихорадка! Такое чувство, будто все пони знают, что это за болезнь. И решили перестраховаться. И этим семенам не сложно прорасти, но слово правды ты должна произнести. Семена растущие на добром слове? Серьезно? Я, конечно, понимаю момент раскаяния, но после этих слов она менее заразной не стала. Дорогая принцесса Селестия, иногда приходится долго ждать осуществления самых заветных желаний. И можно попытаться опередить события, но нечестный поступок не поможет добиться того, о чем ты мечтаешь. Быть искренним самим собой и другими, это и есть самое настоящее заветное желание. На самом деле, очень умно сформулировано. Не слишком ли круто для персонажа ребенка? О, да! Точно! Надо поговорить с Закурой! Быстрее! Да! Да, побежали вечно дикий лес. Так, подведем итоги. На самом деле, приятно, что мы вновь вернулись к смскам. И теперь действительно видим, что они вернулись к делу. Также можно подметить, что у Грэнни Смит тут стало куда больше диалогов. И она также чуть лучше вписалась в семью Эплов. Конечно, о ней напоминали еще в первом сезоне, в первой серии. Но там она была среднестатистической варшаливой бабкой весь сезон. Тут же она теперь действительно ощущается как часть семьи. Хоть и она пока что была на фоне. То есть, на самом деле, серия нравится тут по мелочам. Зикора вернулась, у них там с Эппл Блум вновь какие-то взаимодействия. Ну и, конечно, достаточно важная и простая мораль. Нельзя обманом и подставами добиваться своей цели. Несмотря на то, как бы ты не хотел ее выполнить. Не понравится тут, наверное, может, как по мне, поведение отчаянной Эппл Блум. Которая, как сама, не своя в этой серии стала. После провала. Хотя, конечно, в конце она раскаялась и даже написала письмо Селести. В принципе, как я и говорил, среднестатистическая серия от Эми Китинг Роджерс. Вроде бы хорошая, но есть в ней что-то неприятное. Вот такие дела, ребята. Какой-то ленивый обзор у меня на этот раз получился. Надеюсь, на что-нибудь новенькое я в этом эпизоде вам указал. А так, рассказывать мне вам больше нечего. Завтра работать, стримить, короче, как обычно. А пока что всем пока и до вторника. Субтитры сделал DimaTorzok